Даже самые важные решения начинаются с маленьких идей, даже самые крупные компании начинали свою работу в гаражах. А это значит, что у каждого из нас есть все шансы превратить свое предприятие в настоящую империю. Меня зовут Мария Рунич, в эфире программа НДС. Поехали! И сегодня мы поговорим о реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. В рубрике «Ликбез» мы расскажем о том, что такое реестр МСП и зачем он вообще нужен. Единый реестр субъектов МСП представляет собой открытую базу данных. Она помогает оптимизировать процесс подтверждения статуса малого и среднего предприятия для участников программ поддержки и значительно упрощает поиск поставщиков. Полезным реестр окажется и для ведомств, которые смогут использовать содержащиеся в нем сведения для планирования надзорной деятельности. По словам представителей Минэкономразвития, поскольку для малых предприятий предусмотрены надзорные каникулы, то, сверяя информацию о них, контрольные органы будут ориентироваться именно на реестр. Реестр формируется автоматически на основании налоговой отчетности, которую предприниматели организации подали в налоговую службу за предшествующий календарный год. Информация реестра ежегодно автоматически обновляется и корректируется каждый месяц. Ответственность за ведение реестра и обновление данных реестра возложены на федеральную налоговую службу. Реестр избавит компании от необходимости подтверждать право на льготы или участие в госзакупках бумажными документами. Чиновники и заказчики смогут легко проверить, соответственно, получателей господдержки и поставщиков. Госкомпаниям станет сложнее выдавать крупных поставщиков за малый бизнес, что увеличит долю последнего в госзакупках. Проверить то или иное предприятие достаточно просто. Допустим, заходим на сайт этого реестра и в строке «Поиск» достаточно ввести одно из наименований, это либо ИНН, либо ОГРН, либо наименование юридического лица. И можно посмотреть информацию о субъекте малого и среднего предпринимательства. Если вас вдруг по каким-то причинам нет в реестре МСП, зарегистрироваться там не составит никакого труда. Достаточно зайти на официальный сайт и в разделе «Вас нет в реестре» заполнить заявление. Если субъект малого и среднего предпринимательства не включен в реестр, то он не сможет получить финансовую поддержку, не может получить кредиты в коммерческих и федеральных банках для развития бизнеса. И также, если он включен в реестр, он получает определенные льготы. Многие считают, что бизнес – это территория мужчин. Максимум, чем могут заниматься девушки – это цветы, кондитерские и салоны красоты. Но гостья нашего сегодняшнего выпуска ломает все эти стереотипы. Цельная и с декоративными вставками, темная или светлая, выбор входных, металлических и межкомнатных дверей сегодня практически ничем не ограничен. Разные цвета и фактуры, возможности вставок и лазерной резки – все это предлагает магазин «Домовой». Директор магазина Татьяна и ее команда опытных специалистов без труда подберут для вас идеальную модель. В каком бы стилевом и цветовом решении не был выполнен ваш интерьер. Татьяна, расскажите, пожалуйста, для начала, почему выбрали именно вот, скажем так, такую сферу бизнеса? Бизнес начинался в далеком 2001 году. И на тот момент не было представлено в широком ассортименте товаров для ремонта. Это были какие-то хозяйственные магазины а-ля Советский Союз. И, в общем-то, ассортимент был очень маленький. А так как у большинства, если не у всех, двери стояли наши советские белые, скучные, страшные, то захотелось людям внести побольше разнообразия в интерьер. Тогда, конечно, не было такого богатого выбора по дверям, по моделям, по покрытиям, по цветам. Но, тем не менее, старались, привозили, потихонечку расширяли. Начинали с маленького магазина, который стоял на улице Харитона. Назывался «Двери-дрели». То есть там еще продавали инструмент. Вот на сегодняшний день занимаемся дверями ведущих фабрик России. Вот ваш магазин «Домовол» в первую очередь, конечно, ассоциируется с дверьми. Но что еще можно найти в вашем магазине? В нашем магазине можно найти напольные покрытия, такие как ламинат немецких производителей, виниловые напольные покрытия фирмы «Аквафлор», стопроцентные влагоустойчивые полы и сверхустойчивые на механические повреждения. То есть их можно использовать в ванной, в детской, на кухне и даже в коммерческих помещениях. То есть полы сверхпрочные. Такие на все случаи жизни. Что, знаю, что-то заказали, что-то ожидается у вас среди новиночек напольных покрытий? Да, недавно посетив выставку, мы посмотрели, что на сегодняшний день предлагают отечественные производители, также европейские. Думаем расширять по напольным покрытиям. По межкомнатным дверям есть много интересных моделей, будем обновлять выставку. По входным дверям есть интересные предложения. То есть я думаю, что весна, лето у нас будет обновление салона. Замечательно. Раз уж мы вернулись с вами к разговору о дверях, как выбираете, с какими торговыми марками, с какими производителями работать? От чего вот зависит? Самое основное, какие условия предлагает поставщик? Модельный ряд, качество дверей, гарантийные обязательства, как исполняет поставщик. Я считаю, что это одно из, наверное, самых первых критериев при выборе сотрудничества, потому что брак случается везде. Самое главное, как его устраняют, в какие сроки, чтобы конечный потребитель не страдал. Я очень люблю двери волховец. Почему? Всегда происходит обновление, отвечают за качество, поддерживают своих партнеров и ежегодно вносят какую-то изюминку в свой ассортимент. Вот такой вопрос. Есть ли, скажем так, в дверном мире, в дверной сфере такое, как назвать, следование за модой? То есть есть ли какие-то определенные тенденции, вы точно знаете, что вот этой весной будет популярна именно вот это, вот этот материал, вот эта фурнитура или вот этот цвет? Дверную моду, можно сказать, что задают ведущие фабрики. Дизайн полотна, когда стекло находится в одной плоскости со шпанированной поверхностью, еще в 2012 году задала фабрика «Волховец». И в настоящее время, по прошествии, то есть 5-6 лет, начиная, наверное, с прошлого года, многие фабрики взяли на вооружение эту модель. Потребительский спрос, он рождает предложения, и производители, они ориентируются на желание покупателей. Татьяна, вот такой вопрос. Есть ли в дверной сфере какие-то, скажем так, новинки, изюминки, что-то вот такое необычное? Да, дверная сфера у нас не перестает удивлять. На сегодняшний день возможно заказать двери высотой до 3 метров. Возможно заказать нанесение личного логотипа на двери. Для экономии пространства существуют двери-книжки, раздвижные двери, двери-рота-система. Большое многообразие. На мой взгляд, очень интересное решение – это скрытые двери. Они рассчитаны под покраску, под наклейку обоев, под штукатурку. То есть можно создать интерьер, где дверь совершенно не видно, но в самый нужный момент она будет открываться и будет дополнительное пространство за ней. Никита и Ник в квартире. Да. Ну и переходим к нашему тогда последнему традиционному вопросу. Как человек со стажем? Дайте, пожалуйста, нашим молодым предпринимателям небольшой совет, как, скажем так, развивать свое дело и как не закрыться в первые полгода. Ну, с советами, конечно, нелегко. Но я думаю, самое главное – это оценить, насколько ты можешь взять ответственность за себя, за свое дело, за свою команду. Наверное, тоже не менее важное – нужно оценить свой страх на то, что ты можешь все потерять. И когда решение, что ты все равно встанешь и пойдешь, можно заниматься бизнесом. Французский писатель Жюль Ренар утверждал, человек, которым повезло, это человек, который сделал то, что другие только собирались. Поэтому не бойтесь делать невозможное. У вас обязательно все получится. В эфире была программа НДС и я, ее ведущая, Мария Ирунич. До встречи на канале «16». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова